Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваш юрист». Жизнь порой складывается так, что без адвоката не обойтись. Но для человека, который с такими обстоятельствами никогда не имел дела, ситуация и пугающая, и непонятная. Как найти юридического защитника, по каким критериям оценивать. И к тому же люди часто жалуются на адвокатов, полагая, что они не работают или работают не так, как хотелось бы. Одна дама, например, рассказывала, что служитель Фемиды якобы все дело проспал, ничего не делал, не написал ни одного документа. А другой адвокат сам уже говорил, что не надо писать жалобы, чтобы не излить следователя и судью. В общем, непростая история. Так как людям определить, насколько их адвокат настоящий профессионал и существуют ли официальные требования к качеству работы адвокатов? На эти вопросы ответит наш постоянный консультант, адвокат Игорь Поляков. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Так существуют ли официальные требования к работе адвокатов? С недавнего времени принят стандарт, так называемый, осуществление адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве. Это документ, который содержит минимальные требования к работе адвоката по уголовным делам. Именно по уголовным? Да, именно по уголовным делам. Это, по всей видимости, эхо того объема жалоб, которые поступают на адвокатов. В конечном итоге Федеральная палата приняла решение и такой стандарт опубликовала. Я не буду его подробно цитировать, это будет скучно, неинтересно, но обращу внимание наших зрителей на те узловые моменты, которые и они будут знать, чтобы определять самостоятельно качество работы их защитника в процессе. Об этом мы сегодня и поговорим. Это прям свежий-свежий документ? Относительно свежий, он принят несколько лет назад, но аналогов его не было. То есть мы должны исходить из того, что федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации сам по себе уже этот стандарт и кодекс профессиональной этики подразумевает. Но сейчас акцент сделан еще и на отдельном документе. Почему это подразумевается законодательством адвокатским? Потому что изначально адвокат, в отличие от юриста, не оказывает услугу и не оказывает ее просто так. Он обязан предоставить квалифицированную юридическую помощь. То есть его работа должна, по сути, приравниваться к его долгу. Долг защитить качественно. И об этом говорится сейчас в настоящем стандарте. Для меня было показательным выступление известного адвоката российского Борщевского. Не знаю, насколько правильно оно зацитировано. Это было несколько лет назад, было его интервью. Не знаю, насколько правильно оно зацитировано. Но суть такая. Он как раз проводил или давал такую нелицеприятную работу ряду адвокатов. Оценку. Не оценку, а работе даже адвокатуре. Я обратил внимание, что из 10 тысяч адвокатов, я так понял, Москвы и Московской области, 50 это профессионалы, 150 это примерно люди, которые понимают профессию, работают как умеют. Остальные оказывают помощь не столько сомнительную, сколько под таким вопросом качества этой помощи. Что возможен даже вред, безусловно, доверителю. Это все относительно. Вот эти цифры. Но проблема такая существует. Почему я говорю о вреде? Казалось бы, мы говорим о качестве правой помощи и вред. Вред это избили человека, имущественный вред. Но здесь вред самому дорогому, самому основному, что есть у человека, это конституционное право на свободу и неприкосновенность. Это тоже вред. И он невосполним. Оглашен приговор. Адвокат, условно говоря, не оказал вот эту нужную помощь, не выявил процессуальные нарушения, не оспорил квалификацию. Все. Ты не можешь больше заново начать, заменив адвоката, весь процесс. Он завершен для тебя. Игорь Михайлович, тогда на что сразу клиенту надо обращать внимание, когда он выбирает адвоката? Вот вы знаете, вот как ни крути, об этом не написано, но годы моей практики показывают, что интуиция зачастую не подводит. Если человек, общаясь с адвокатом, получает для себя квалифицированные ответы, даже в беседе, еще до того, как адвокат, назовем это предварительная беседа, разговор, консультация предварительная с адвокатом. И он чувствует вот именно грамотный подход, он понимает ответы. То есть нет каких-то расплывчатых формулировок, нет вот этого бутафорного щеконадуваниями с уклонениями от ответов. А именно конкретно адвокат отвечает и делает ссылки на свой опыт, на свою практику, на закон. Сложился вот такой доверительный контакт. Соответственно, можно сказать, что на первоначальном этапе выбор правильный. Если вы уже понимаете, что адвокат, есть такой термин, плывет по разным причинам. То есть недостаточно квалификации. Или он грамотный адвокат, но не его специализация, не его направление. То я бы рекомендовал не рисковать. Я вообще против вот этого традиционного национального подхода. Лучший адвокат мой сосед. Он же и собутыльник. То есть если вот это адвокат, он защитит лучше, чем адвокат, которого я не знаю. От этого надо стереотипного мышления отходить. Как правило, люди знакомые защищают хуже, чем адвокат посторонний. Но специализирующийся на этом вопросе, который зарабатывает себе рейтинги, который показывает свою работу, и он просто больше знает. Что второе? Специализация. Не поленитесь спросить, занимался ли адвокат, если мы говорим про уголовное особенное направление. Это и категория дел. Адвокаты, особенно молодые, начинающие, они не могут охватить все. Даже многие адвокаты с возрастом тоже останавливаются на какой-то категории. Бывает, что так называемый термин «всеядный адвокат». Но это не всегда хорошо. То есть он по всем направлениям. Я не знаю адвокатов, которые знают в совершенстве все направления в уголовном кодексе. Невозможно. То есть ДТП, своя специфика. В идеале ты должен поработать еще именно в органах власти, в системе МВД, чтобы расследовать такого рода преступления. Изнасилование. Другое, должностные преступления. Третье. И пошло, пошло, пошло. Эти направления, направления. Квалификация адвоката подтверждается, и она очевидна, когда он с годами мог обрасти вот этой практикой и наработать одно направление, другое, третье, четвертое. У большинства их просто нет. Поэтому в целом, по верхушечкам, обо всем, ну это, конечно, хорошо, но опасно. Я не говорю, что это адвокаты безграмотные. Они будут оказывать квалифицированную помощь. Но если есть человек, который по этому направлению уже не просто проторил дорогу, у него там десятки и сотни примеров, это, конечно же, лучше отдать предпочтение этому профессионалу, чем адвокату, который с этим еще не связывался. И, по сути, на твоем деле уголовном он будет учиться вместе с тобой. Игорь Михайлович, получается, что еще во время предварительного разговора адвокат как-то должен обрисовать свою позицию по делу клиента? Да, безусловно. Адвокат должен высказать свое мнение, независимо от того, признает человек вину, не признает вину. Сложное дело, легкое дело. Любое уголовное дело – это в любом случае проблема для доверителя. Или адвокат должен понимать, как он видит процесс на данном этапе, какие перспективы в этом уголовном деле. Он всегда должен высказать свое мнение. И он должен понимать, как идет процесс, какие перспективы при такой позиции, если мы скажем так, какие могут быть последствия. То есть там очень много всяких так называемых следственных ситуаций, которые адвокат должен учитывать и доводить до своего доверителя. Соответственно, если адвокат уклоняется от ответов, да, следователю виднее, не будем забегать вперед, да, не будем злить судью, да бог его знает, что у них в голове. То есть вот с такими ответами человек может тихо доплыть, как вот в проруби бумажка свернутая до исправительной колонии. Эту позицию, вот это все обрисовать, моменты, адвокат должен на этапе, когда еще соглашение даже не заключено? На любом этапе человек должен от адвоката получать ответ и видеть, что адвокат понимает. Он видит процесс, видит процесс, вот как вот учитель своих первоклассных учеников. Он все видит, он все понимает, он мудр. И адвокат должен быть таким. Если адвокат вместе там с доверителем, как два зайца там у следователя сидят, оба краснеют, ничего не знают, вздыхают тяжело, всего боятся, то есть о какой защите может идти речь? А вот прокомментируйте, пожалуйста, такой момент. Мне рассказывали ситуацию, когда адвокат якобы, во время, когда он ввел дело, да, у него даже документов никаких не было, и он якобы говорил, что и так все понятно ему. Насколько такое может быть вообще? Или это люди наговаривают? Такое встречается, и я с этим сталкивался не один раз. Вот вам пример, когда можно сразу же сходу оценить качество оказываемой помощи. То есть адвокат, не имеющий досье, не работающий с документов, все заранее знающий, ну это не защитник. У адвоката должно быть в любом случае досье, это требование и стандартов, требование и кодекса профессиональной этики, закон об адвокатской деятельности, об адвокатуре. Досье это следственные документы, какие-то фотографии, распечатки, и по Уголовно-профессиональному кодексу адвокат может требовать их у следователя и приобщать. Как вот уголовное дело? Не может быть дело уголовного без самого дела, без вот этого бумажного носителя информации. Такое же досье должно быть, как накопительная папка, назовем это, такое же досье должно быть у адвоката. Это стандарт. В лучшем виде должно быть два досье, в бумажном носителе и в электронном, потому что сейчас на сегодняшний день современные средства связи, телефоны у всех с фотоаппаратами, то есть ты фотографируешь стражные материалы, само уголовное дело, какие-то следственные действия, протоколы следственных действий, ты все это в электронном виде, в компьютере у тебя под отдельной папкой на конкретного доверителя, пофамильно, да, у тебя хранится. У тебя и бумажный носитель, и электронный, ты всегда можешь пользоваться этими документами, ты можешь их анализировать, ты можешь их давать своему доверителю, то есть идет работа. То есть доверитель во время встреч со своим адвокатом этот момент должен фиксировать? Он по ходу работы с адвокатом, и он должен проявлять участие, а не занимать пассивную позицию, а адвокату все виднее. Нет, я имею в виду про документы, он должен смотреть, есть ли у него вот эта папка. Да, он должен смотреть, есть ли документы, как формируют, ко мне доверители приходят, они, даже меня нет, секретаря предупредил я, они пришли, взяли там досье, поработали какие-то... Имеют право? Конечно, ну почему нет, оно же не секретное, это же, конечно, не касается этого человека. То есть поработал, какие-то заметки сделал, то есть ушел, вот это и есть совместная работа. Когда нет документов, не на чем работать, всем все ясно, это такой адвокат, это лучший друг для следователя. То есть это безобидный адвокат. К вопросу о качественной защите, вот недавно был приятно так, не удивлен, приятно было оценить мне работу своих коллег, адвокатов, то есть меня пригласили в дело уголовное, в кассе защитника, оказалось, что там уже два адвоката, одного адвокатского бюро. Я говорю, давайте я посмотрю там в режиме советника, послушаю их, стоит ли не стоит мне входить. Я смотрю, там ребята сформировали досье, какие-то аналитические записки, практику по всей России подытожили по этому составу преступления, позицию письменно оспорили потерпевшего, свою позицию письменно подготовили, возражения, вопросы, кочным ставкам. Ну смотришь, это любо-дорого. Молодые волки. Молодые волки, жубастые, грамотно работают. Я искренне сказал, и им сказал, ребята, я не вижу смысла вступать в дело, но я ничего нового не придумаю. И сказал доверитель, ну меня оставили вот в режиме консультанта, так скажем. Вот это грамотная работа. Многие адвокаты оказывают именно такую помощь, она грамотная. Ну, конечно, наверное, встречаются и те, которые небрежно подходят к исполнению профессиональных обязанностей. Но я таких не знаю, потому что все адвокаты должны работать грамотно. Вы сказали, что один из важных моментов, на которые доверитель должен обращать внимание, это выработанная позиция совместно с адвокатом. А если она окажется ошибочна, вот как это проверить? Может, он неправильную позицию выработал? Ну, это покажет время. То есть для этого... Так, а будет поздно уже потом. Я понимаю, но когда позиция не вырабатывается, тогда уж поздно наступит неизбежно. Когда идет совместная работа, доверитель видит, что у них понимание с адвокатом, они анализируют все доказательства, им по пути вместе. То есть результат, как правило, наступает положительный. Вот. Приведу пример. Ко мне обратились люди, они несколько месяцев ходили по адвокатам, их коротко консультировали, но они не могли понять сути консультации адвокатов, там таможенное направление, потому что они профессионалы, но когда слышат специфические же направления, именно с растаможиванием груза, в целом юридически-то можно говорить, но сама процедура, она не столько юридически, сколько технически, там оформительский характер, но все такое административное. И все в целом адвокаты обо всем говорили, сами толком не понимая суть проблемы. В конечном итоге, когда они пришли ко мне, я пригласил еще человека, который так в качестве эксперта, который разбирается в таможенном направлении, так мы засели за вот эти документы, их позицию и их вопрос на неделю. Причем каждый день, день через день, это было по несколько часов. Там столько нюансов оказалось. В конечном итоге мы вот ее разобрали, как вот тесто вот раскатала хозяйка по столу, и им понятно, и они сами включились, и они сами выявили какие-то болевые точки, выявили нарушения оперативников таможенных, которые не потому, что эти как бы сознательно эти нарушения допускали, которые и сами не разобрались в ситуации. Вот это работа. Вот так формируется позиция. Когда за 15 минут все ясно на коротке, где-нибудь в машине, или там на морозе постояли, покурили с другом адвокатом, это не позиция. Если человек признает вину, нужен ли в таком случае ему грамотный адвокат? В нашей стране особенно, любому подозреваемому, обвиняемому, я это знаю, у него должен быть адвокат. Потому что даже с полным признанием вины людей вводят в заблуждение со словами «все понятно тебе, ты же согласен, что ты это делал, делал, подписывай». И он подписал. Потом, как оказалось, это не разбой, это грабеж. Или это преступление, связанное с оборотом наркотиков, но это не сбыт, это просто хранение. Или это не взятка, а это дисциплинарный поступок. Очень много, или вообще административное правонарушение. Очень много на сегодняшний день у нас в праве моментов, в которых даже адвокаты путаются. И не знают. Что говорит про простого человека? Он исходит из каких-то доверительных отношений, пятиминутных, со следователями или оперативными работниками, которые не потому, что они люди подлые, они сами могут в этих моментах не разобраться, но им надо быстрее, быстрее, быстрее по дежурным суткам дело возбудить, расколоть обвиняемого, обвинение предъявить. Все торопятся, торопятся, торопятся. Все торопились, торопились, на выходе в суде оказывается, что у него состава преступления нет. А дальше уже тот срабатывает обвинительный уклон, о котором говорит и Верховный суд, и отчасти прав. На выступление было, я не помню, Лебедева, представителя, кажется, Верховного суду. Который говорит, пишите жалобы, но когда анализируют и коллеги Верховного суду, и отдельные судьи дело, они смотрят, что было, какая позиция была и в начале. Когда человек все признавал, признавал вину, только в суде якобы разобрался, ну здесь уже не такой подход к его делу и к его невиновности. Или он изначально занял правильную позицию, объяснил, что-то покритиковал, поспорил и разобрались в деле. Допустим, про врачей есть, про докторов на сайте, и можно рейтинги врачей посмотреть, и отзывы. А есть ли вот такая информация про адвокатов? Я называю бутафорные. Рейтинг – это вот известность адвоката, его квалификация, количество людей, которые этого адвоката, как вот знамя полка, передают, его дела, в которых он участвует, и неважно, какой там результат. Так человек простой с улицы, откуда он знает, в каких он делах участвовал? И как он может проверить, выиграл он там или нет? Вот когда мы попадаем в орбиту уголовного процесса, мы не должны делить людей на простых и непростых. У них у всех одна и та же боль. А вот если бы все же рейтинги были, были бы там адвокаты по назначению? Ну, которые оказывают бесплатную правую помощь. Ну, а почему нет? Вы поймите, качество оказанной помощи не зависит от того по соглашению и по назначению. И там, и там мы видим адвокатов, которые оказывают на достойном уровне правовую помощь и защищают доверителя очень и очень искусно и качественно. Соответственно, по соглашению бывают здесь такое выражение «высосали деньги, ничего не сделали». Ну, я слышал такое, не знаю. Я тоже таких адвокатов не встречал, мне они неизвестны. То есть и по соглашению можно безграмотно, некачественно оказать помощь, а по назначению качественно. И наоборот. Более того, сейчас по назначению там тоже свои требования предъявляются, они ужесточаются, порядок наводится, в том числе и у нас в Приморье. Соответствующие документы, списки формируются, в которые входят именно грамотные адвокаты, которые долгое время работали по соглашению, имеют стаж работы, богатейший. Их специально, не скажу, внедряют, вот включают в этот список для оказания именно бесплатной правовой помощи людям, которые не могут оплатить работу адвоката. И они наряду там с адвокатами, которые, может быть, могут оказать в сравнении с ними менее качественную помощь, но тоже квалифицированную, они тоже там работают. А такие адвокаты по назначению у них бывает какая-то специализация? Нет, по назначению, но то и по назначению. То есть ты в графике, на тебя там показала это, условно говоря, электронная рулетка. То есть ты, соответственно, вытянул этот жутон, ну, чтобы было понятнее. Игорь Михайлович, вот в самом начале вы сказали обращать внимание доверителю на пакет документов, с которыми работает адвокат. И правильно ли я поняла, что, ну, это очень-очень важно, насколько грамотно, ну, в профессиональном, естественно, наверное, не в грамматическом смысле, адвокат пишет бумаги? Беда, когда, и я даже как-то раз слышал, что адвокат за все дело не подал ни одной жалобы, не заявил ходатайство. Меня сейчас интересует вопрос с жалобами. На мой личный вопрос, а почему ты не обжалуешь даже заключение под стражу, продление стражи? Да какой смысл? Ну, какой смысл по этому? Все равно будет сидеть, откажут. Это неправильная позиция. Адвокат все равно должен тем арсеналом правовых возможностей, которые предоставляет кодекс, он должен им пользоваться. Активно? Активно. Верит он, не верит. Все мы все понимаем. Но он все равно должен отписать вплоть до Верховного суда. А кто доходит до Верховного суда? Уже единицы. Многие останавливаются на апелляционном суде, там, краевом, предположим, а дальше нет смысла, там тем более откажут. Да вы поймите, писать надо, потому что я на своей практике многократно сталкивался с таким поворотом дел, когда написал, куда-то в стратосферу отправил жалобу, сам не веришь, а результат. Пошел. Главное, грамотно. Ты же можешь быть в какой-то там даже административной струе. Изменение практики произошло резко. Комментарии трактования даже этим Верховным судом пересмотрели, и ты оказался вот именно в этом в тренде, и отменили, или поправили. Приговор. Писать нужно, вот адвокат – это пища душа. Ты должен писать жалобы, писать, но разумные. Не просто прорвало у тебя, там тормоза отказали, ты строчишь на всех жалобы, жалобы, что не так жалобы. Нет, они должны быть по существу дельные, иначе ты превращаешься в обычного, там, бытового сутягу. Все-таки доверителю подскажите, научите, как проверить работу адвоката. Вот какие есть здесь техники. Это и досье, чтобы у него было, у адвоката. Если он сомневается, правильно ли работает адвокат, все ли делает, пусть решит вопрос с привлечением второго адвоката. На самом деле, это все обсуждаемые моменты, и аккуратно, с экономией разумной, можно привлечь в работу двух адвокатов. Тогда они будут работать, какой-то элемент здоровой конкуренции появится. Можно в режиме советников, так скажем, цензора, приглашать адвоката. Есть такое направление? Конечно, почему нет? Это не назовем направлением, так можно. Это касается уголовный процесс, прав человека. И все, что не вредит этим правам, может воспользоваться. Если он считает, что нужно проверить работу адвоката, перепроверить, пусть обратится к другому адвокату. Как активно адвокат участвует в следственных действиях? Тоже немаловажно. То есть, или он сидит там, уснул. У меня был случай, люди в конечном итоге заключили со мной соглашение. Говорят, да что такое, у нас очные ставки, но они многочасовые. Он спит, не документов. Хоть бы куда-то записывал. В конечном итоге просто поставил подпись, он даже суть вопроса не понимает. В конечном итоге женщина, ее привлекали к уголовной ответственности, она была возмущена такой работой. То есть, поругалась с адвокатом. Отказалась от его услуг. Или ситуация, когда от работы адвоката отказались. То есть, он до такой степени затюканный и пугливый, что следователь кричал на обвиняемого, адвокату стало плохо. То есть, адвокат, не боец. То есть, он хороший юрист, ему не нужно просто заниматься. Это, понимаете, направление особенно уголовное, особенно по тяжелым резонансным делам, там деформации определенные в голове. Они изначально должны быть. Уже быть, потом это шлифуется, и ты превращаешься, как в корости. Какие бы ни были эмоции, конфликтная ситуация, ты все равно должен аналитически рассуждать, все на благо использовать. Когда там какой-то холопок и адвокату самому плохо, ну, он просто не уголовный адвокат. Ну, как в медицине, вы уже приводили. Проф непригодность? Не почти нет, нет, проф непригодность. Если человеку там боится... Как адвоката? Как адвокат? Нет, никому проф непригодность. Просто не нужно заниматься уголовным направлением. Так же, как в уголовном направлении есть адвокаты, которые не берут изнасилование. То есть, для них это болезненная тема, потому что у них дети, они говорят, я не хочу гневить Бога. То есть, у каждого в голове свои какие-то установки бессознательные. Поэтому не твое направление, уйди в гражданскую ветку. Если тебе плохо от каждого, если ты испуган, не так следовательно тебя посмотрел, судья что-то рявкнула, все, адвокат в обмороке, чтобы судью не злить, сидит, молчит. Игорь Михайлович, но вы несколько раз уже повторили, что адвокат должен быть активным. А должен ли он сам собирать доказательства, как исследователь? Конечно. Буквально недавно у меня сложное дело, резонансное, всем тут известное в крае. Я не мог получить информацию. Вот следователь не хочет ее истребовать. По всей видимости, она ему неинтересная. Я адвокатским запросом получил целую бандероль документов, которые я сейчас анализирую и приобщу к материалам дела. Адвокаты могут проводить опрос людей, которые могут быть в орбите уголовного процесса. Здесь по принципу, кто первый. Или следователь допросит, как ему нужно, или адвокат. Но это надо делать аккуратно, потому что если первый добежал до потенциального свидетеля, подговорил его, дал денег, уговорил изменить показания, это уже преступление. Там подстрекательство, дача заведомоложных показаний, или подкуп свидетеля, нет. Но законный механизм такой существует. Адвокат, адвокатский опрос, что также большинство адвокатов никогда в жизни не пробовали и не делали. А есть какие-то особенные правила, как адвокат должен готовиться к суду? Может быть, клиенту тоже надо на это обращать еще внимание? Конечно, работа адвоката, особенно, она наглядна именно в суде. Или адвокат молчит, или адвокат проанализировал все доказательства. Человеку выдают обвинительное, так называемое, заключение. Вот по-хорошему, адвокат должен составить оправдательное заключение, это условный термин, то есть проанализировать каждое доказательство. Он должен подготовить, еще раз прокорректировать позицию своего доверителя, подготовить его к суду, там заявлять какие-то ходатайства, жалобы, проявляя активность. Не конфликтуя с судьей, откровенно вскакивая, крича, протестую, что вы себе позволяете, каждый раз заявляя жалобы, требуя ее отводов, ругаясь с прокурором. Понятно, это не защита, это показуха театральная, а именно грамотно работать документ к документу. В конечном итоге судебная речь составляется по ходу процесса, что многие адвокаты, некоторые адвокаты не делают. То есть, на самом деле, вот если обвинительное заключение 250 листов, то речь адвоката тоже должна быть весомой. А речь адвоката порой, она должна в письменной форме быть, особенно по сложным делам, экономические преступления, должностные, там твоего краснобайства, красноречия не требуется. Ты подготовь, проанализируй, это работа с документами, и речь, вот у меня речь может быть 50-70 листов, я тут был в деле с одним адвокатом, он там плодовитый оказался, у него речь вообще 150 листов. Но не потому, что он там в три раза знал меня больше, то есть, у каждого своя манера оформления, стилистика, донесения мыслей. То есть, я более как бы компактно, он развил это, можно в один абзац, да, можно в три абзаца, но это было интересно доверителю наблюдать за нами, когда два адвоката, и каждый вносит в лепту, в свою стратегию, каждый вносит нужную лепту в общее дело. И другой вопрос, я видел адвокатов, которые просто встают, вот у него ничего. То есть, дело там 10 томов, да, вот прокурор, мы не согласны, потому что он не совершал это преступление, все это глупости, ну как так можно было человека обвинить, ну на чем вы строите обвинение, да что вообще происходит в стране, да с таким подходом к правосудию мы далеко зайдем, да вы все обязаны вынести оправдательное, а кто перед ним извинится. То есть, ты в конечном итоге сказал, может быть, убедительно для доверителя, он аж подпрыгнул, да, действительно, кто передо мной извинится, так по-петушинному, а реально, как ты доказательства проанализировал. Какие-то общие слова. Да, в этом тоже мастерство, конечно, отчасти говорить общими словами, но на результате это не сказывается. Ничего не могу сказать другого, как всегда, как всегда, полезная информация. Это была программа «Ваш юрист». Пусть в вашей жизни все всегда будет только хорошо. «Ваш юрист» «Ваш юрист» Украинского